Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 апреля, Православная Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника указывает на какое-то особое, неслыханное ранее радостное известие, прозвучавшее единожды в мировой истории. Этим и объясняется отсутствие у праздника уточняющего смысла под заголовка, особенно в обиходной речи. Произнося одно лишь слово «благовещение», мы не боимся быть неверно понятыми, ибо радостных известий было много, но благовещение случилось лишь однажды. Таким образом, название праздника «благовещение Пресвятой Богородицы» буквально означает «радостная весть, сообщенная Пресвятой Богородице». Какая же радостная весть составляет существо праздника? Кто был вестником из Евангелия от Луки, ибо только он описывает данные события, мы узнаем, что немногим более двух тысяч лет тому назад в маленьком палестинском городке Назарете совершилось превосходящее наше разумение событие. Природа Бога соединилась с природой человека. Здесь жила скромная подданная римского императора Августа юная Мария, к тому времени сирота. Она происходила из династии царя Давида, которой принадлежал и Иосиф, хранитель девства Марии, пожилой вдовец, которому она была обручена во исполнение традиции, воспрещавшей добродетельной женщине оставаться одинокой. Иосиф был беден, разумеется, не афишировал свое происхождение, это было смертельно опасно, и вел жизнь простого ремесленника. Можно представить чувство юной девы, которой во время отсутствия Иосифа вдруг зримо предстал небесный вестник, ангел Гавриил. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, с тобою Господь!» Но она сильно смутилась от его слов и стала раздумывать, что же значит такое приветствие. И сказал ей ангел, «Не страшись, Мариам, ибо ты обрела милость у Бога, и вот ты зачнешь, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, и будет он велик, и назовут его сыном Всевышнего». И сказала Мариам ангелу, «Как же будет это, если я не знаю мужа?» И ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, потому дитя твое будет свято, и наречется сын Божий». Тогда Мариам сказала, «Пред тобою, раба Господня, да будет со мною, как ты сказал». И удалился от нее ангел. О совершившемся в эти мгновения таинстве трудно говорить. Любые слова кажутся непростительной дерзостью. Здесь пристало только благоговейное созерцание тайны, удобие молчания. Как поется в одном из богородичных гимнов. Постараемся лишь понять то, что занимает несколько строк евангельского повествования. Подготавливалась всей историей ветхозаветного человечества, и в диалоге ангела и девы Марии эта история обрела свой смысл и долгожданное завершение. Ветхий завет, что значит буквально «древний союз», старый договор Бога с человеком, имевший характер подготовительный и временный, отныне сменяется новым союзом со всем человечеством и на все времена. Одними лишь своими силами человек не мог преодолеть глубочайшую пропасть, развешившуюся между ним и Богом, ибо страшный удар, сотрясший его в незапамятные времена грехопадения прародителей, расколол его сверху донизу, от высшего сознания до телесной природы. Он перестал принадлежать своему Создателю, а значит и своему разумному «я». Потребовалась встреча и реальные соединения божественной и человеческой природы через Бога воплощение. Только так могла быть возвращена в первозданное достоинство целостная природа человека, и в лице Марии человечество достигло высшей точки своего духовно-нравственного развития и очищения на путях восстановления союза с Богом. Незамеченным было явление Деви Марии, вестника небес, никто не слышал происшедшего между ними разговора. Ничуть не изменилась видимая жизнь ни в самом Назарите, ни тем более в горделивом Риме после исчезновения ангела. Но как удивились бы жители огромной многоязычной империи, если бы узнали, что именно в этом неприметном событии нашла свое оправдание и завершение вся история человечества от Адама, и что их потомки станут отчитывать новую эру от дня рождения мальчика, которого окружающие пренебрежительно называли сыном плотника. Сегодня начало нашего спасения поется за богослужением праздника Благовещения. Продолжением его станет жизнь Бога-человека Иисуса Христа, второго Адама, а завершением Тайная вечеря Голгофа возглас совершилось, нисхождение во Ад, тридневное воскресение, вознесение и сидение одесную Отца. Древней народной обычай в день Благовещения выпускать из клеток на волю плененных птиц мелодически запечатлен в прекрасных стихах Пушкина и Туманского. Дорогие братья и сестры, сегодня также вспоминается представление святителя Тихона, патриарха Московского и всей России чудотворца, преподобного Саввы Нового иеромонаха, совершается празднование иконе Божьей Матери Благовещения Московская, Благовещения Киевская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства и праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью многое вам и благая лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова